Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа Город Эс. Меня зовут Евгений Долгих. Сегодня говорим о безопасности в самом прямом значении этого слова. Погода этой зимы удивляет буквально каждый день. Столбик термометра колеблется от плюса к минусу. Все это, во-первых, сказывается и на самочувствии, а во-вторых, создает немало проблем при передвижении. В центре внимания традиционно водные объекты, тонкий лед, причина особого беспокойства для спасательных служб. О климатических угрозах, видимых и скрытых, мы сегодня, собственно, и будем говорить. Я представляю своего сегодняшнего гостя. Это начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Муцарь. Здравствуйте, Олег Петрович. Добрый вечер. Напоминаю, телефон нашей студии 202-11-22. Ждем ваших вопросов, просьб, пожеланий, реплик. Ну, а пока же свои вопросы буду задавать я и начну с такого вопроса. Олег Петрович, кривая статистики происшествий, насколько она зависит от погодных условий? Условно говоря, с наступлением холодов начинаете больше вызовов принимать, либо это никак не влияет, как работали, так и работаете, и вызовы идут вне зависимости от погоды? Ну, количество вызовов больше или меньше, оно от перепада температуры не зависит. Просто... Но будет резко температура упадет. Да, но даже если резко она упадет, то есть появится определенная специфика этих вызовов. То есть, если, например, в жаркое время года у нас одна специфика вызовов, в холодное время, когда понижается резко температура, когда люди начинают пользоваться усиленно обогревающими какими-то приборами, проводка порой не выдерживает, начинаются эти пожары все, вот, отравление угарным газом, если это частный дом и прочее. То есть, в данном случае, скажем так, что какого-то скачка, вот, не наблюдается. То есть, это зависит только просто от перепадов, от температур. Ну, тогда вот, чем, в кавычках, порадовал сезон холодов 2013-2014 в плане происшествий? Уже кого-то, условно говоря, с альдиной пришлось снимать? Ну, этот год отмечается вот этими аномальными скачками температуры от плюса к минусу, что, в общем-то, как следствие, водная поверхность Самарской области покрывается ледовым покровом, достаточно неоднородно, и, скажем, он недостаточно толщины. Об этом мы продолжаем все время говорить, но есть категория людей, которые считают, что они умнее всех этих разговоров, и продолжают выходить на лед, но потом начинаем мы реагировать. То есть, грубо говоря, у нас уже были случаи, когда мы и возле Екатериновки подымали из-подо льда людей, которые утонули, и в районе Васильевских островов, то есть, достаточно далеко от нас, тонкий лед, рыбаки пренебрегают правилами безопасности. Скажите, пожалуйста, а вы вызовы как, получается, они сами звонят? Ну, звонят родственники, родственники звонят, но сами они уже практически не могут звонить, потому что, вы понимаете, в холодной воде человек барахтается, да, ему как бы не до телефонного разговора. Ну, понятно. Вот, звонят уже родные, там, когда человек пропал, начинаются поиски, вот это все такое. Ну, условно говоря, есть какой-то промежуток временной, когда вы понимаете, что человека уже еще можно спасти, а когда уже ехать-то, собственно говоря... Ну, давайте будем реалистами. В холодной воде человек может продержаться, ну, в зависимости от особенностей организма, от 15, там, до 25 минут. Вот, я других случаев, по крайней мере, в районе города Самары не встречал. Поэтому знаем, что, где находится расположена наша спасательная станция, зная, чем они оснащены, нужно полагать, что к Васильевским островам мы за это время не попадем, или куда-нибудь там, где время прибытия спасателей будет превышать это время. Поэтому были случаи, их очень мало, и это большая редкость, когда люди или производили рыбалку на льду тонком, недалеко от спасательной станции, или, скажем так, свидетели, которые видели это, то, что случилось, мгновенно, скажем, знали, куда позвонить, и обратились за помощью, и помощь успела, как это было на реке Сок в районе Красной Глинки. Вот, человека спасли буквально, правда, из двух одного только. Один не сумел, другого спасли, но это крайне редкий случай. Давайте для наших телезрителей сразу объясним понятие, что такое тонкий лед. Тонкий лед – это лед, на который, значит, толщина которого, скажем так, менее 7 сантиметров. Но вы должны отдавать отчет, что это прозрачный, чистый, однородный лед. Сейчас, я вам скажу так, что нигде на поверхности, скажем, в районе города Самары, в районе, там, Тольятти, города Сызрани, чистого льда однородного нет. Он слоеный, он темный, он, скажем так, это не тот лед, который держит. Так вот, чтобы была возможность безопасно выходить человеку на лед, толщина должна быть, да, не менее 7 сантиметров чистого, однородного льда. — Кто это замеряет? — Ну, скажем так, мы мониторим этот лед, каждый год делаем. И сейчас, в понедельник, мы проводили замеры льда. Лед везде неоднородный, слоеный лед, и, скажем так, толщина его не соответствует для того, чтобы даже единичные люди выходили на этот лед. — Олег Петрович, ну, если эта проблема существует из года в год, нельзя ли поговорить о каких-либо ограничениях доступа к реке? Вот, допустим, Кесметио дает прогноз на неделю вперед, ну, что будет от минус одного до плюс двух. Понятно, что Волга-то растает, и другие водоемы все. Условно говоря, можно ли ввести какое-то ограничение, либо это, в принципе, нереально? Нарушение вообще конституционных прав человека. — Да, наверное, это ближе к этому, как вы сказали сейчас, тут невозможно людям запретить выходить к реке, скажем так. Есть люди, которые понимают опасность. Мы ведь всегда пытаемся, используя средства массовой информации, говорить о том, что тонкий лед, на лед не выходить нельзя. У нас на сайте нашей службы мы мониторим раз в три дня, бурим лед, смотрим, говорим об этом, потому что знаем, что все равно будут такие, которые пойдут на лед, будут выходить. Чтобы хотя бы не представляли, там-то или в том или ином месте можно, а где нельзя выходить. Но когда мы сейчас говорим о том, что вообще нельзя выходить на лед, я знаю, такие случаи есть, что выходят, ну, как мы этих людей остановим? Если они, я повторяю, если они считают, что они умнее всех с нами взятых, то и не обманут природу, то, пожалуйста, ну, как правило, такие люди долго не живут. Скажите, пожалуйста, у вас уже какие-то есть, я не знаю, черные списки рыбаков, условно говоря, назовем их клиентами, которые постоянно, вот, вы снимаете таких леден, уже по фамилиям приметались, нет? Мы такой специальной статистики не ведем, потому что, ну, во-первых, у нас есть фамилии, но специально там говорить, тот или иной попадался дважды или трижды, вот, они больше двух раз не попадаются. — Олег Петрович, в чем дело в мозгах человеческих? Страсть такая к рыбе? — Тут комплекс, наверное, скорее всего, это и наш менталитет российский, если нельзя, но очень хочется, то можно, только у нас такой менталитет, у других, если есть нельзя, то, значит, нельзя и все. У нас вот это то можно. Это мозги человеческие тоже, конечно, желание перехитрить кого-то. Если где-то что-то случилось, то это там он был такой всякой, а я умнее, я хитрее. И я хочу убедить, что вот с теми, у кого это случилось, кто попал в эту ситуацию, он или больше в нее не пойдет, не будет пытаться попасть в такую ситуацию, или он уже никому ничего не расскажет. Но они все, кто туда в эту ситуацию попадал, они все считали, что они умнее. Вот это большая, скажем так, наша мозговая ошибка у всех людей, которые пытаются выйти на лед, несмотря ни на что. К сожалению, вот так пока. — И это так вообще по России в целом, не только по Самаре, как вот в Волжске было? — Ну, не берусь говорить за всю Россию, но что взять города в Самарской области, что Сызрань, там, да тот же даже Ульянск, коллеги тоже говорят, похожая ситуация где-то. — Неналого прервемся на тему рыбалки. Вот поступил сигнал от Савелия Акимовича. Улица Свободы, Пугачевская, Победа. Дорожки под мели, железными щетками, но все равно кругом лед, песком нужно посыпать. Вот, условно говоря, как часто сталкивается спасательная служба сигналами вот такого бытового травматизма? Либо это чисто работа скорой помощи? — Ну, бытовой травматизм, там, где можно человека, скажем так, доставить, достать и доставить скорой помощи, там это делают без нас. Все-таки нас привлекает больше туда, когда подобраться к человеку представляет какую-то сложность или трудность. Вот, там нужны мы. А то, что сейчас после плюса, значит, лед весь, вода эта вся замерзла, то тут, конечно, нужно очень много песка, потому что очень скользко. Я это сегодня сам вижу. Нужно быть осторожным, не нужно никуда спешить, если есть возможность на ноги все-таки какие-то приспособления, которые, противоскольжения, одевать. Потому что переломы, они могут быть неизбежны. — Возвращаясь к теме тонкого льда, вот чуть ранее вы сказали сеть спасательных станций. Вот у меня в связи с этим такой вопрос. Хватает ли вам сейчас сил и средств справляться вот с ЧП на водных объектах? И что из себя сейчас представляет тогда, условно говоря, эта сеть? — Ну, у нас достаточно, я не скажу, что самая маленькая служба в России. Все-таки почти более 300 человек. И в каждом городе, который расположен на Волге, у нас есть спасательная станция. На ней, я считаю, на сегодняшний день достаточное количество людей. Но поймите правильно, есть такое понятие, что спасателей никогда много не бывает. Я не поставлю каждому рыбаку, который вышел где-нибудь в районе Екатериновки на лед, спасателей. У меня там нет спасательной станции. Поэтому нужно отдавать отчет, что время прибытия по сигналу о помощи туда или в то или иное место, оно потребует какого-то определенного времени. Оно будет значительно больше, чем кому-то может показаться. И все там эти разговоры там... А там в Москве вертолеты. Ну, давайте опять же будем реалистами, что если где-то в Москве есть вертолет один, и его несколько раз показали по телевизору, не значит, что по всей России у нас сплошь и рядом вертолеты. Вот, то есть, станции есть, и люди работают, и в зоне своей ответственности они мониторят ледовую поверхность. Есть бинокли, если есть сигнал о помощи, мы, как у нас, время готовности, чек плюс 2-3 минуты, то есть в зависимости от температуры до воздуха. У нас или судно на воздушной подушке постарается выйти, или, скажем так, будет сигнал перед на другую станцию. Скажите, пожалуйста, что из себя представляет станция, вот, комплектация штата? Если это интересно... Понятно, но они, наверное, разные. Нет, это спасатели, среди них есть водолазы, это спасатели, которые аттестованы на проведение аварийно-спасательных работ именно на воде. Вот они укомплектованы всем необходимым, у них есть соответствующее обмундирование, у них есть связь, телефонная связь, радиосвязь, скажем так, и практически на всех станциях уже сейчас, но мы продолжаем укомплектовать. У нас есть средства доставки спасателей, то есть это или аэроглистер, или судно на воздушной подушке. Ну, то есть это особое подразделение, которое на воде? Да, они дежурят круглосуточно, у них заступают на сутки, то есть эта вся работа давно очень идет, что летом, что зимой. А вот перечисленная Вами техника, это единственная техника, которая используется, ее достаточно? Техники никогда не будет достаточно, ее всегда будет не хватать. И если случится одновременно... Но я не про вертолет. Да не только про вертолет, если случится это одновременно в нескольких местах, вы поймите тоже, я не разорвусь. Я подниму все силы, но это потребует времени. Повторяю, что, ну, например, мало ли много у нас экипажа ГИБДД по городу. Ну, наверное, не скажу, что достаточно по штату. Но мы с Вами порою очень долго ждем, когда в результате ДТП приедут к нам представители полиции. Ну, так же и везде. И в скорой помощи бывают такие накладки. И столько сразу одновременно вызовов, что и машина едет очень долго, потому что она едет уже там, уже в лист ожидания ставит очередной вызов. То есть не скажу, что мы когда-то там не успевали куда-то, или у нас случались такие ситуации, что мы не справлялись, но такие ситуации возможны тут. Скажите, пожалуйста, а как Вы координируете работу? Вы каждый вечер получаете, отчетливо утром сводку получаете? Есть оперативная служба, оперативная служба оперативно-дежурных, есть оперативно-дежурные всей службы, есть на каждой станции оперативный телефон. То есть это взаимодействие, оно идет, есть радиосвязь, то есть если телефоны будут перегружены, мы будем работать через радиосвязь. Есть на катерах радиосвязь и сотовая связь, в конце концов. Все это завязано в один клубок, понятный только нам. Сейчас, скажем так, и не то времени это все рассказывать, длинно это все очень будет. Но связь, она, конечно, определяет очень многое. И оперативность прибытия, она в первую очередь тоже зависит от связи. А вот Вы довольны вообще взаимодействием со службами? Ну понятно, спасатель вытащил человека из воды, дальше его надо посадить в автомобиль, отправить в больницу. Здесь взаимопонимание с медиками, может быть, если полиция нужна, есть? Ну у нас всегда с оперативными службами всегда было взаимопонимание, потому что и те, и другие, и третьи прекрасно понимаем, чем занимаемся. Часто очень встречаемся на каких-нибудь происшествиях, типа таких, как дорожно-транспортные, куда приезжает и полиция, и скорая помощь, и мы приезжаем, и вместе работаем, и у нас не возникает непонимания. Олег Петрович, давайте представим гипотетическую ситуацию. Ехал человек на снегоходе, ну через реку Сок, допустим, ушел под воду, человеку удалось спасти, снегоход либо ушел, либо где-то бултыхается, вправе ли он просить достать свою технику? Либо это не входит в обязанности поисково-спасательной службы? Он просить вправе, но в обязанности не входит, потому что в данном случае все-таки самая главная задача моей службы это спасение человеческой жизни. Если есть когда-нибудь такая возможность материальной ценности вытащить, то мы это делаем. Но если материальная ценность, скажем так, там нет людей с этой материальной ценностью, мы этим вопросом не будем заниматься. Часто не хватает просто возможности, потому что следом идет другая работа какая-то, и реагируется. Кроме того, если собачья упряжка ушла под воду. Поймите правильно, что случаи, когда мы помогали доставать там снегоходы или квадроциклы, или машины, были. Мы не говорим, что мы так никогда не делали. Но это в частном порядке все как-то решался вопрос, потому что я вправе всегда отказать, потому что там нет людей, нет пострадавших, поэтому это для меня не представляет ценности какой-то. Ведь не я этого человека туда попросил выехать на лед и утопить свой транспорт. Он сам по собственной глупости сделал. Потом какое-то разбирательство, возможно, могут у этого человека спросить документы на квадроцикл, на снегоход. Есть определенные органы, которые будут заниматься этим вопросом. Это не мой вопрос. Понятно. Скажите, пожалуйста, в последнее время очень много вижу информации в общественных местах касательно поведения человека в той или иной экстремальной ситуации. Как вылезти, куда звонить при пожаре, как, допустим, оказавшись в проруби, выбраться на лед. Во-первых, почему она возникла и насколько действенна, насколько повышается бдительность гражданных сознательности, работает ли эта социальная реклама? Ну, я почему-то уверен, что она должна работать, эта реклама, потому что мы в таком социуме живем, когда мы все равно общаемся со средствами массовой информации и не видеть это не можем. Чем, например, отличается ситуация для двух женщин, у которой у одной перегорела лампочка, у двух перегорела лампочка, но для одной это просто нештатная ситуация, а для другой это чрезвычайная ситуация, потому что одна знает, как нужно в этой ситуации работать, действовать, а другая нет. Поэтому учить людей, как действовать, чтобы для них не было какой-то паники, чтобы эта ситуация была просто нештатная, вот я считаю, это одной из наших задач, чем мы, собственно говоря, занимаемся, и даже вести до людей, и вот эти все в средствах массовой информации ролики, которые делали, делали силами нашей службы по поведению на льду, там, и как выбираться из полыньи. Видеодоходчивые. Да, это составные вот этой работы, которую мы проводим. Ну, к теме, которая, что называется, на повестке дня, совсем скоро православные будут отмечать крещение Господне. Понятно, что это по традиции массовое купание, да, в купелях, в Орданях. У меня такой вопрос. Чем крещение 2014 будет отличаться от прошлогоднего? И какие меры безопасности будут? Что изменится? Либо вообще все будет не так? Спасибо. Хороший вопрос, потому что о нем нужно говорить о том, что этот год, он аномально был теплый, зима имеется в виду, и он будет не похож на все те прошлые, когда мы с вами в ночное время выходили на лед, на первую, вторую очередь набережной, также другие там, на советскую армию и прочее, на Барбошную поляну. В этом году лед очень тонкий, выходить на него нельзя, даже те морозы, которые сейчас пришли, они ситуацию коренным образом не улучшат, я вам это со всей ответственности заявляю. И администрации города Самара и Тольятти принято решение о том, чтобы не проводить в том традиционном виде, как это было раньше, крещение. То есть представители, скажем так, православной церкви, они тоже по этому поводу высказались и дали понять, что, ну, это да, это очень большой праздник, но основными атрибутами это все-таки есть проведение в церкви литургии и освящение воды церкви. Та традиция, когда мы идем на водоем, неважно, там есть на нем лед, например, в Краснодарском крае, наверное, там никогда льда нету. У нас там рубим купели и производим омомение. Они, есть традиция такая, да, но это не обязательно, и если нет для этого соответствующих условий, это делать мы не будем. Поэтому предупреждаем всех, пользуясь и вашим каналом, о том, что купание в купелях в ночь с 18 на 19 производиться не будет. Есть масса других способов, мы все знаем с вами прекрасно, что, как бы там говорят, что вода, она во всех источниках святая и даже в кранах наших, вот. Поэтому на Волге свет клинам не сошелся, делать это просто опасно. Я никого не хочу пугать, но это действительно опасно. Употребляя формулировку «не будем» и «не будет купания», это не означает, что запрещено, ведь люди-то все равно придут. Вот что с ними делать? Всех же, как вы правильно сами сказали, за всеми не уследишь. Я понимаю, я отдаю отчет, что любой человек, который имеет под рукой бензопилу, способен, где хочет, взять выпилить эту купель и сделать все, что хочет. Но должен просто предупредить о том, что это будет опасно для жизни. И, конечно же, наше дежурство никто не отменяет. Мы как дежурили, так и будем дежурить в штатном режиме. Не то, что в штатном, мы будем в усиленном режиме дежурить. Но организовывать и помогать это делать, как мы делали раньше, там, свет, там, все прочее, никто, конечно, делать не будет. И просто, если вам не жалко себя, пожалейте те службы, которые будут в эту ночь дежурить, чтобы, скажем, предотвратить несчастные случаи, которые очень возможны из-за того, что аномально тонкий лед на Волге. Если руководствоваться опытом прошлых лет, наиболее распространенные происшествия в Крещенскую ночь, какие могут случиться? Наиболее распространенные происшествия, это были всегда происшествия, связанные с неосторожностью человеческой, с тем, что вот люди, мы понимаем, что есть верующие, которые приходят, есть, которые случайные люди, которые, более того, они приходят в состояние алкогольного опьянения. И вот все проблемы всегда, вот поверьте мне, сколько на мои опыте уже прошло в этих Крещении, все проблемы случались именно с этой категорией людей. Вот с верующими людьми, которые приходят и, соблюдая все эти правила и традиции, все делают каноны, да. С ними ничего не случается. Вот случается, как правило, с вот этими людьми. Ну, то есть человек выпил, не рассчитал свои силы, полез, ему стало плохо с сердцем. Или перепад, да, или плохо с сердцем бывало, или поряжут ногу, потому что приходят с бутылками, но это, конечно, кидают эти бутылки, там всякое бывает. — Много сегодня говорим о зиме, о зимнем травматизме, о перепадах температуры. В этом плане, как мне кажется, немного за кадром остается работа вообще, основная работа поисково-спасательной службы. Кратко, если тезисно подвести итоги 2013 года, ушедшего. — 13-го. — 13-го. Что в нем было? — Ну, я вам скажу так, что 2013 год был относительно спокойным, были тяжелее времена. Ну, был, конечно, Чапаев со своим взрывом складов, но там достаточно ограниченная работа нашей службы была, она была скоротечная, то есть главная задача была эвакуировать всех людей, которые находятся в зоне разлета осколков. Собственно говоря, совместными усилиями с противопожарной службой Самарской области эта работа была. И нельзя не отметить работу и органов внутренних дел, в том числе спецподразделений, которые предоставили броневик «Тигр». Эта работа была выполнена, мы не имели потерь с нашей стороны и, собственно говоря, всех достали оттуда. Ну, а дальше ушла уже зачистка просто от взрывоопасных предметов. Эта работа долгая, она еще будет продолжаться. Был сезон купальный, который не отметился всплеском каким-то там аномальным количеством тонувших, потому что, насколько бы мы ни говорили о безопасности на воде, поведении на воде, ну как это я знаю, я говорю так всегда, что вода, она все равно свое количество людей заберет. Это чуждая человеку среда, с ней нужны новые, и, к сожалению, у нас еще не все к этому привыкли и считают, что вода, в ней можно играть, все, что угодно делать. Отмечу, что этот год не отметился вот именно всплеском. Все было нормально, даже немножко меньше, чем обычно было у тонувших. Может быть, какая-то профилактика играла значение, может быть, все-таки и людей у нас добавилось немножко, и стало легче работать. Поэтому сказать, что год был тяжелый, это будет неправда. Год был хороший, относительно хороший, конечно. А при каких случаях, при каких ЧП, в каких ситуациях, вот на ваш взгляд, ваши сотрудники наиболее профессионально себя проявили и выполнили свой долг, что называется, с честью? — Были сложные ситуации, связанные с эвакуацией людей из труднодоступных мест, в том числе поиски пропавших в лесу, в том числе сигналы о помощи, о том, что в ночное время на воде где-то глох мотор у лодки, в лодке находились и маленькие дети, и шторм одновременно, и темнота. Это все нужно было людей найти, а это находилось, как правило, не близко. Один случай, это был вообще возле Васильевских островов, в районе Васильевских островов. Поэтому от людей, от сотрудников моих требовалась все-таки определенная выдержка, проявление профессионализма и умение управляться с этой техникой, которая стоит на вооружении. Ну, собственно говоря, все получилось, поэтому, я считаю, они с честью свои задачи выполнили. — Каким-то образом вот эта работа оценивается регионом и регионом, федеральной властью? — В 2013 году дважды посещали мою службу, дважды посещали представители центрального аппарата МЧС из Москвы. Люди, которые отвечают вообще за поисково-спасательное формирование, и статус-секретарь, замминистра посещал. И оба сказали, что одна из лучших считают они в России. То есть для меня это сигнал о том, что мы, значит, работаем в правильном направлении, не стоит останавливаться, работы еще очень много. Какого-то достигли мы уровня, но это не значит, что прогресс он движется, и мы должны успевать за прогрессом, двигаться, развиваться, и еще много-много чего придется сделать. — Чуть ранее, говоря про ЧПФСК, вы упомянули о технике, о Тигре. — Это единственная новая техника, которая в этом году осваивалась? — Ну, Тигр — это не моя техника, это ОМОН. Это техника, с которой мы впервые работали. И я пользуюсь случаем и экипажу, и Максиму всем передаю благодарность за то, что они профессионально сработали с этим Тигром. То есть не каждый бы решился сойти с дороги и своим корпусом Тигра протаранить забор, чтобы вытащить человека, обрушить его. — В последнее время очень много внимания, и в силу объективных причин уделяется антитеррористической деятельности. В этой связи такой вопрос, насколько ваши сотрудники имеют опыт, назовем это ликвидации последствий теракта, условно говоря, оказание помощи тяжелораненым, транспортировка этих раненых. В этом плане есть у нас опыт? — У нас, как таково, слава Богу, и хочется верить, что никогда не произойдется в Морской области того, что произошло в Волгограде или в Москве, как это было несколько лет назад. Поэтому сказать, что у нас такой опыт есть, это немножко неправильно. Но вас хочу заверить о том, что в любом случае, в случае теракта, это большое количество пострадавших, это, возможно, завал, образование завалов или зданий, или искореженные автомобили. А такие ситуации у нас на территории Самарской области были, и наша служба не раз уже в этом участвовала. Поэтому и были аварии дорожно-транспортные с большим количеством пострадавших, с сортировкой пострадавших. То есть мы этот опыт имеем, и всем необходимым служба укомплектована, чтобы в случае, не дай бог, возникновения такой ситуации, профессионально отработать всех. И всех своевременно вытащить из зон, недоступных для врачей, и передать скорой по медицинской помощи. Нужно подвозить только наши беседы. Задам нам последний вопрос. Все-таки у кого мы учимся и кому опыт отдаем? Вот на данном этапе. Учиться нужно на протяжении, я считаю, всей жизни. Только дурак думает, что он уже стал самый умный, и ему учиться не надо. Мы учимся, наверное, до самой смерти будем учиться. Поэтому я учусь у своих коллег, когда мы встречаемся на подведении итогов. Сейчас это очень редко проводится. Вся Россия, когда собирается, все руководители спасательной службы. Мы делимся опытом. Делимся опытом очень богатым, вернее, очень драгоценным, потому что одно дело я здесь работаю, другое дело есть ситуации, которых я еще не знаю, а они уже были у других, и этот опыт нужно перенимать и, как говорится, учиться на чужих ошибках, не на своих. Вот чему-то у меня учатся люди и, скажем так, в таком режиме. Большое спасибо. Наше эфирное время подошло к концу. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Это была программа «Город ТЭС». Увидимся. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин